Поле сражения Вьетнам Часть 5. В ожидании праздника Тет В январе 1968 года партизаны Фронта национального освобождения при поддержке северо-вьетнамских войск развернули крупномасштабное наступление на города и поселки Южного Вьетнама. В течение двух предыдущих лет вьетконговцы действовали осторожно, избегали крупных сражений, однако в праздник Тет Вьетнамский Новый Год они поставили на карту все в надежде на решающую победу. Наступление Тет стало одним из самых неожиданных ударов за всю историю войны. В боях против южно-вьетнамских войск и их американских союзников принимало участие более 80 тысяч партизан и солдат армии Северного Вьетнама. Никто не мог предположить, что Вьетконг способен проводить операции такого масштаба. Столкновения происходили даже на территории американского посольства в Сайгоне. Наступление Тет обернулось для вьетконговцев военной катастрофой. В стычках, поражавших своей жестокостью, партизаны потеряли немало самых лучших бойцов. Однако судьба распорядилась так, что крупнейшее поражение Вьетконга на поле боя превратилось в важную политическую победу. Благодаря этой победе изменился весь дальнейший ход войны во Вьетнаме. Прелюдия к битве В 1966 году численность американских войск во Вьетнаме продолжала неуклонно возрастать. Личный состав и снаряжение пребывали непрерывным потоком. База, аэродромы и портовые сооружения расширялись лихорадочными темпами. К началу 1967 года американский воинский контингент увеличился до 389 тысяч человек и был полностью готов к наступлению. Американцы ставили перед собой задачу разгромить северо-вьетнамскую армию и партизанские формирования фронта национального освобождения, в чьих рядах насчитывалось почти 128 тысяч человек. ФНО в течение семи лет вел боевые действия с целью свержения южно-вьетнамского правительства и объединения страны. Северный Вьетнам оказывал партизанам помощь, направляя снаряжение людей, а также регулярные армейские подразделения для участия в боевых действиях на юге. Однако руководство Северного Вьетнама не собиралось ограничиться лишь подготовкой к наступлению во время праздника ТЭТ. Американцам и южно-вьетнамской армии предполагалось навязать бои сразу в нескольких районах страны. Замысел заключался в том, чтобы максимально измотать противника, а потом нанести решающий удар. Южный и Северный Вьетнам разделяла демилитаризованная зона, в пределы которой запрещалось вводить войска. К югу от нее, с целью воспрепятствовать действиям Северо-Вьетнамской армии, американцы оборудовали несколько районов огневой поддержки, располагавшихся вдоль дороги номер 9, Кэ-Сан. Рок-Пайл, Кэмп-Кэрол, Кам-Ло и Донг-Ха, к которым добавились два новых района, Кон-Тьен и Зи-О-Линь. Территория патрулировалась силами специальных подразделений, а в дальнейшем силами 3-й дивизии морской пехоты, постоянно проводившими операции по зачистке местности. В период с января по мае 1967 года две северо-вьетнамские дивизии, дислоцировавшиеся в демилитаризованной зоне, не раз подвергали эти базы мощному арт-обстрелу. Массированные атаки на Кон-Тьен и Кэ-Сан удалось отразить лишь с помощью сосредоточенных воздушных ударов. В дальнейшем морские пехотинцы продолжили интенсивное патрулирование. Возросшая активность северо-вьетнамской армии в демилитаризованной зоне заставила американцев принять новые меры по укреплению обороны всей территории. Сюда перебросили дополнительный контингент морской пехоты, а также несколько армейских подразделений из других районов Южного Вьетнама. Одновременно на центральной возвышенности американские войска препятствовали проникновению северо-вьетнамских подразделений с территории Камбоджи. В конце мая 1967 года в результате девятидневных ожесточенных боев погибло несколько сотен северо-вьетнамских солдат. Одновременно с эскалацией сухопутных операций американских войск в первой половине 1967 года усилились воздушные бомбардировки северного Вьетнама, преследовавшие цель заставить север прекратить поддержку боевых действий. Однако результат бомбежек и массированных действий на земле оказался совершенно неожиданным. не собираясь уступать, Северный Вьетнам готовился предпринять самое крупное наступление за все время войны. Руководители Северный Вьетнам Стареющий президент Северного Вьетнама Хо Ши Мин по-прежнему неустанно твердил, что вьетнамцы готовы сражаться 20 лет, заявляя, что они не пожалеют ничего во имя объединения страны и изгнания американцев. Тем не менее, Хо и другие представители ханойского руководства были убеждены в том, что такая война не может продолжаться долго. Дело было даже не в потерях в живой силе, составлявших по американским оценкам не менее 5000 человек в месяц. Их можно было легко восполнять в течение длительного периода. Главные опасения возникали в связи с тем, что районы базирования в Лаосе и Камбодже, а может быть даже в Северном Вьетнаме, скоро будут захвачены американцами. Внушал тревогу также моральный дух населения, страдавшего от бомбежек, которые, возможно, будут продолжаться долгие годы. Северо-вьетнамские руководители понимали, что им рано или поздно придется вступить в переговоры с американцами. Но прежде чем это случится, они рассчитывали одержать победу на полях сражений. В июле 1967 года Политбюро, возглавляемое первым секретарем компартии Ле Зуаном, высказалось в поддержку крупномасштабного наступления в Южном Вьетнаме в начале 1968 года. До последнего времени военные действия в Южном Вьетнаме велись под руководством командующего северо-вьетнамскими войсками генерала Зиапа и генерала Тана, чьи формирования действовали в южных районах. Между ними возникли разногласия относительно будущего наступления. Однако в самый разгар подготовки генерал Тан неожиданно умер в Ханойском госпитале от сердечного приступа. В дальнейшем, в течение многих лет бытовало мнение, что он погиб во время воздушного налета американцев на его штаб. Потеря одного из главных руководителей глубоко потрясла командование сил Вьетконга, однако теперь, по воле судьбы, ответственность за планирование наступательной кампании целиком легла на плечи Зиапа. Лидеры Соединенные Штаты Южный Вьетнам С момента отправки во Вьетнам первых боевых частей армии США президент Линдон Бэйнс Джонсон старался ограничить воздействие войны на американский народ. Он отказался провести призыв резервистов и никогда не требовал от Конгресса официального объявления войны. Несмотря на растущие потери, США и Вьетнам не находились в состоянии войны. Подход Джонсона оправдывал себя до настоящего времени. Несмотря на существование антивоенных настроений в обществе, политика президента пока не сталкивалась с серьезными угрозами. Однако, потери американской армии, составлявшие теперь более 6 тысяч убитых, раненых и пропавших без вести, ежемесячно способствовали росту оппозиции. В стране проводились новые призывы на военную службу, однако не делалось никаких серьезных попыток заставить общественность поддерживать войну и ее цели. Между военными и гражданскими советниками президента все чаще стали возникать разногласия. Объединенный комитет начальников штабов добивался усиления бомбардировок севера, требовал нанесения ударов по новым объектам, а также распространение сухопутных операций на территорию Лаоса, Камбоджи и, возможно, северного Вьетнама, настаивал на увеличении численности войск. С другой стороны, министр обороны Роберт Макнамара твердо выступал против эскалации войны. По мнению Макнамары, расширение конфликта несло в себя угрозу вовлечения в него коммунистического Китая и Советского Союза. Он также считал, что война может быть длительной и военной расходы, необходимо сдерживать, чтобы американский народ поддерживал ее ведение. Это означало отказ от расширения военных усилий и упор на подготовку Южно-Вьетнамской армии к самостоятельному ведению боевых действий. Перед лицом противоречивых советов со стороны военных и гражданских консультантов президент Джонсон сделал выбор в пользу компромиссного решения. Предполагалось усилить воздушные бомбардировки, нанося удары по целой серии новых объектов, с целью затруднить военную инициативу Северного Вьетнама. С другой стороны, от расширения наземных боевых действий было решено воздержаться, мобилизовать не более 50 тысяч призывников и отказаться от призыва резервистов. 29 сентября 1967 года Джонсон сделал еще один шаг навстречу противникам эскалации войны. В Сан-Антонио, штат Техас, президент заявил, США прекратят бомбежки Северного Вьетнама, если Ханой пообещает не использовать передышку в своих целях. Ответы от северо-вьетнамских руководителей не последовало. Стратегия Северный Вьетнам Вьеткон Большое наступление с целью изменить ход войны предполагалось начать с нанесением массированных ударов по крупным городам, штабам и радиостанциям на всей территории Южного Вьетнама. Предполагалось, что правительственная армия не устоит перед натиском наступающих. Регулярные войска планировалось подстрекать к мятежам, в ходе которых некоторые части повернут оружие против американцев. Одновременно с военным наступлением будет передан сигнал к началу народного восстания в масштабах всей страны. Восстание предстоит возглавить тайным молодежным и рабочим организациям, заранее созданным в крупных городах. Правительство будет свергнуто, а новое руководство, возглавляемое лидерами НФО, потребует от американцев уйти. С точки зрения стратегов фронта национального освобождения перед лицом мировой общественности у американцев просто не останется другого выхода, кроме как согласиться. Добиться успеха в ходе генерального наступления вьетконговцы могли лишь избежав губительного огня американских боевых частей. К счастью для них гарнизоны городов и поселков были укомплектованы гораздо менее боеспособными подразделениями Южно-Вьетнамской армии. Тем не менее, генерал Зиап не хотел рисковать. В ходе операции предполагалось рисковать как можно большее количество американских войск с помощью тщательно подготовленных отвлекающих маневров. В последние месяцы 1967 года силами регулярной армии Северного Вьетнама предполагалось нанести удары по правительственным войскам Сонг-Бе по американской базе в Дакто. Пост сторожевого охранения американской морской пехоты в Конг-Тьене тоже предполагалось атаковать одновременно сосредоточив крупные силы в районе Кесана. Отборный полк НФО должен был нанести удар по гарнизону Южно-Вьетнамской армии в Лук-Нине. С помощью ударов в районе границы с Южным Вьетнамом предполагалось оттянуть американские силы от главных районов базирования заставив их выдвинуться вглубь страны. Затем предполагалось начать генеральное наступление и народное восстание. Силам Вьетконга предстояло нанести удар по Сайгону по большинству центров 44 провинций и более чем по сотне других городов. Решающее сражение планировалось провести в Кесане. Здесь северо-вьетнамская армия должна была нанести американцам сокрушительное поражение в ходе крупномасштабного боя, окончательно сломив волю противника к продолжению войны. По мнению генерала Зиапа залогом успеха должна была стать внезапность. Он собирался перейти в наступление в тот момент, когда удара никто не будет ожидать, во время новогоднего праздника ТЭТ. В предыдущие годы в дни праздника соблюдалось неофициальное прекращение огня, и множество южно-вьетнамских военнослужащих отправлялось домой, чтобы встретить Новый год в кругу семьи. Несмотря на то, что большинство населения воспримет боевые действия во время праздника ТЭТ как оскорбление их религиозных чувств, противника несомненно удастся захватить врасплох. Не имея понятия о назревающем конфликте, американские стратеги по-прежнему пытались притворить в жизнь неудачные программы умиротворения прошлых лет. Все усилия, предпринимаемые с этой целью, а также многомиллионные бюджетные средства, теперь находились в ведении одного человека. Роберт Коммер, возведенный в ранг посла, что приравнивалось к званию генерал-полковника, был назначен заместителем Вестморленда. Сложность миссии Коммера понимал каждый, однако в Сайгоне и Вашингтоне воцарилось воодушевление. Казалось, что Соединенным Штатам удалось наконец выработать стратегию, позволявшую добиться полной победы во Вьетнаме. Противники Вьетком В ходе наступления ТЭТ руководители Северного Вьетнама рассчитывали вести боевые действия в первую очередь силами партизан, а не регулярной армии. Им казалось, что народ Юга скорее поддержит восстание, если увидит в рядах наступающих южан. Это также должно было подтвердить руководящую роль НФО, лидеры которого опасались, что Ханой постепенно оттеснит их на второй план. В конце 1967 года общая численность главных сил НФО и Северо-Вьетнамской армии составила 128 тысяч человек, действовавших в составе 152 пехотных батальонов. Местные партизанские формирования объединяли в своих рядах сотни тысяч мужчин и женщин, которым предстояло сыграть главную роль в наступлении ТЭД. Несмотря на то, что, по мнению американцев, местные партизаны вьетконговцы пользовались поддержкой главных сил, в действительности все обстояло иначе. Местные партизаны поддерживали батальоны главных сил. Они собирали рисовый налог среди крестьян, создавали запасы, проводили разведку и обеспечение действий крупных подразделений. Управление коммунистическими военными формированиями в южной части Южного Вьетнама осуществлялось из мобильной штаб-квартиры Центрального Южно-Вьетнамского штаба. Ближе к северу боевые операции проводились под командованием штаба северо-вьетнамских войск в демилитаризованной зоне. В ходе наступления ТЭТ из состава армии Северного Вьетнама предполагалось выделить несколько частей 341-й дивизии, развернув их вблизи демилитаризованной зоны вместе с приданными саперными батальонами Вьетконга. Еще три дивизии и один полк планировалось развернуть в районе базы американской морской пехоты в Кэссане. Далее к югу развертывались две другие дивизии, занимавшие полосу вдоль побережья с приданными им саперными и артиллерийскими подразделениями Вьетконга. Одну дивизию предполагалось развернуть на центральной возвышенности. В подчинении Вьетконга находилось три формирования по численности примерно равных дивизий, дислоцировавшихся в 120 километрах от Сайгона. На всей территории страны действовали еще 30 отдельных батальонов главных сил, а также 60 батальонов из состава региональных и местных формирований, чья численность составляла примерно 10 дивизий. В 1967 году американские истребители бомбардировщики нанесли 53 тысячи ударов по тропе Хо Ши Мина, выполняя задачу по пресечению потока снаряжения и подкреплений, поступавших к партизанам с севера. Однако сорвать подготовку к наступлению ТЭТ с помощью массированных бомбардировок не удалось. Бомбовые удары наносились по обширным площадям, а вьетконговцы прекрасно владели искусством маскировки. В июле 1967 года 480 грузовиков проделали долгие и трудные пути с северного Вьетнама в Южный. К концу года поток автомашин увеличился до 3000 ежемесячно. Накануне наступления во многих вьетконговских и северо-вьетнамских частях накопился изрядный запас современного оружия и снаряжения. вооружение Вьетконга Вьетконга Части северо-вьетнамской армии и большинство формирований вьетконга не испытывали недостатка в легком стрелковом оружии, в том числе в великолепных штурмовых винтовках Калашникова АК-47. На вооружении состояли также средние тяжелые пулеметы различных систем. Американская авиация непрерывно патрулировала воздушное пространство, почти все снаряжение приходилось переносить вручную, зачастую по ночам. В таких условиях особенно высоко ценилось оружие, обладавшее большой разрушительной силой и в то же время удобное для транспортировки. Советские ручные реактивные гранатометы РПГ-2 и более современный РПГ-7 отличались небольшим весом и эффективно поражали бронированные цели и оборонительные сооружения. Огонь из них велся одним человеком, а его дальность превышала 500 метров. Для поражения удаленных целей применялось китайское 75-мм безоткатное орудие, отличавшееся высокой точностью и мощностью, позволявшее вести огонь брезантными снарядами на расстоянии более 6600 метров, а также поражать бронированные цели кумулятивными боеприпасами с расстояния до 800 метров. Главным недостатком этого громоздкого орудия было неудобство в обращении при необходимости быстро сменить позицию. В условиях пересеченной местности минометы оказались наиболее эффективным видом тяжелого вооружения. В частях НФО и Северо-Вьетнамской армии находились тысячи минометов, отличавшихся высокой мощностью и дальностью огня, а также удобством транспортировки. Войска Вьетконг Несмотря на то, что по американским данным в 1967 году потери вьетконговцев превысили 60 тысяч человек, им удавалось поддерживать среднюю численность своих формирований. Тысячи солдат Северо-Вьетнамской армии, совершив марш по тропе Хо Ши Мина, вливались в формирование Вьетконга, составляет теперь одну пятую их общей численности. Партизаны также пополняли свои ряды за счет сельского населения. Поскольку в Южно-Вьетнамскую армию не призывались юноши моложе 20 лет, большинство подростков находилось дома, образуя огромный резерв потенциальных новобранцев. Бойцы местных формирований НФО обучались лишь азам военной подготовки. Впрочем, в дальнейшем, будучи зачисленными в состав основных сил, они могли пройти месячный ускоренный курс. На территории Южного Вьетнама находились также десятки учебных центров, где готовили командиров отделений, взводов, бойцов орудийных и пулеметных расчетов, а также радистов. На курсах боевой подготовки всех уровней проводились регулярные политзанятия, чтобы заставить партизан осознать, ради чего им предстоит сражаться. Предполагалось, что в ходе наступления ТЭД первые удары предстоит нанести отборным подразделениям минеров, задача которых входила проложить путь к штабам и базам противника с помощью мощных взрывов. Большая часть подрывников действовала в составе хорошо подготовленных батальонов главных сил. Однако во время наступления ТЭД Вьетконг рассчитывал сделать ставку на местное формирование подрывников, бойцы которых набирались из числа городских жителей. Среди них было немало велорикш, мотоциклистов, таксистов, шоферов и посыльных, прекрасно знавших расположение улиц. В течение года по мере роста потерь в ходе усиливающегося натиска американцев моральный дух вьетконг значительно снизился. Однако новость о готовящемся генеральном наступлении вновь прибавила партизанам уверенности в собственных силах. Политработники старались объяснить бойцам, что будущая кампания завершится победой, ради которой они так долго сражались. Накануне праздника ТЭТ дезертирство из частей Вьетконга почти полностью прекратилось. Противники Соединенные Штаты Южный Вьетнам Вьетнам В конце 1967 года численность американских военнослужащих в Южном Вьетнаме достигла почти полумиллиона человек. Из них только каждый седьмой принимал прямое участие в боях. Остальные обеспечивали нормальное функционирование военной машины, оснащенной сложным современным оружием и требовавшей огромного количества предметов снабжения. К тому времени американские войска во Вьетнаме ежемесячно расходовали 45 тонн боеприпасов и 270 миллионов литров горючего. Почти все приходилось доставлять из Соединенных Штатов, а когда грузы прибывали во Вьетнам, возникали проблемы в связи с их хранением и распределением. Обслуживанием грузового потока занималось огромное количество людей. Для охраны десятков американских объектов, разбросанных по всей стране и обеспечения движения по главным путям сообщения также требовалось немало личного состава. В 1967 году в свете новой американской инициативы особое внимание уделялось улучшению подготовки южно-вьетнамских вооруженных сил. В рядах правительственных войск насчитывалось теперь более 340 тысяч солдат, а также почти 300 тысяч бойцов местных формирований и ополченцев. Южный Вьетнам располагал небольшими военно-морскими силами, патрулировавшими морское побережье и речные пути, и военной авиацией, чья эффективность постоянно возрастала. Южно-вьетнамские летчики выполняли четверть всех боевых заданий на территории их страны. Южно-вьетнамское командование разделило территорию страны на 4 тактических округа, по одному на каждый армейский корпус. В двух северных округах дислоцировалось по 2 дивизии, а в двух южных по 3. В состав южно-вьетнамских ВВС входило 5 истребительных эскадрильей, а ВМС состояли из судов береговой охраны. Объединенный резерв генерального штаба состоял из одной воздушно-десантной дивизии и двух бригад морской пехоты. С целью улучшения координации действий американский штаб по оказанию военной помощи во Вьетнаме создал десантное соединение морской пехоты и два полевых соединения, придав их трем тактическим округам Южно-Вьетнамской армии. В составе этих соединений было развернуто две дивизии морской пехоты и семь пехотных дивизий, один бронетанковый полк и группа специального назначения. Кроме американцев во Вьетнаме находились две южнокорейские пехотные дивизии и бригада морской пехоты, три австралийских батальона, а также воинские контингенты из Новой Зеландии, Филиппин и Таиланда. В 1967 году американцы провели первые боевые операции на крайнем юге Вьетнама. До этого в лабиринте рек и проток в Дельте Меконго действовали лишь южно-вьетнамские подразделения. Теперь мобильная речная группа в составе бригады 9-й пехотной дивизии повела бои против НФО с целью овладения главным районом производства риса во Вьетнаме. Мобильная речная группа стала уникальным соединением армии США, где со времен гражданской войны не создавалось частей, пользующихся исключительно водными средствами передвижения. Группа базировалась на искусственно созданном острове. Боевые катера доставляли войска к местам боевых действий и несли конвойную службу. специальные суда, обладавшие мощным вооружением, получили название «мониторов» в память об их предшественниках времен гражданской войны. Во время наступления ТЭД, речная мобильная группа участвовала во многих ожесточенных схватках. В Дельте Меконга и в других густонаселенных районах Южного Вьетнама правительственным войскам предстояло принять на себя удар планомерного наступления вьетконговцев. Отдельные части Южно-Вьетнамской армии, рейнджеры, морская пехота, десантники и несколько пехотных дивизий отличались высокой боевой подготовкой, хорошим командованием и преданностью. Они неплохо знали район боевых действий и противника. Но из 11 дивизий 6 находились в неудовлетворительном состоянии. Некомпетентный офицерский состав разъедал отрупция, среди солдат процветало дезертирство, а вооружение было устаревшим. Вооружение Соединенные Штаты Южный Вьетнам. Согласно ключевому положению американской военной доктрины, наступающие войска совершают маневр, заставляя противника занять невыгодную позицию, после чего его уничтожают массированным огнем. В обороне огневая мощь также играла решающую роль. Любая пехотная дивизия могла рассчитывать на поддержку авиации, а в некоторых случаях дальнобойной артиллерии. В состав дивизии входили также штатные артиллерийские подразделения, вооруженные преимущественно 105-миллиметровыми пушками. Перед каждой боевой операцией специально создавались районы огневой поддержки. В число штатных огневых средств роты входили минометы. Танки применялись практически в каждой американской дивизии действующей во Вьетнаме. Самой крупной танковой частью являлась 11-я бронетанковая бригада. На вооружении танковых частей состояли машины М48 с 90-миллиметровым орудием. Несмотря на сомнения в целесообразности применения танков во Вьетнаме, их огневая мощь и броня были незаменимы во время охраны дорог и сопровождения конвоев. на вооружении частей морской пехоты состоял «Онтас», боевая машина, первоначально предназначавшаяся для борьбы с танками. На шасси «Онтаса» устанавливали шесть стволов безоткатных орудий. В ходе наступления ТЭД это самоходное средство успешно применялось для уничтожения зданий и поражения оборонительных сооружений. Из всех бронетранспортеров, применявшихся во Вьетнаме, лучше всех зарекомендовала себя боевая машина М113, известная также под названием «Трэк». Машина была слишком уязвима для мин, поэтому экипаж, как правило, размещался на броне, однако она обладала чрезвычайно мощным вооружением. На треке устанавливалось самое различное оружие в дополнение к штатному пулемету 50-го калибра, который был слишком тяжел для ручной переноски. Очередь из этого пулемета перерубала деревья пополам на расстоянии нескольких сот метров. Огневая мощь трека в сочетании с внушительным боекомплектом много раз спасала от гибели целые подразделения американцев. Экипажи боевых машин и обычные пехотинцы высоко ценили ручной гранатомет М79 за характерный звук, получивший название дупер. Дальность огня дупера достигала 250 метров, а осколки гранаты сохраняли убойную силу в радиусе 5 метров. хорошо подготовленный стрелок мог поражать цель размером с открытое окно с расстояния 100 метров и вести огонь с интервалом 3-4 секунды. Вооруженные силы Соединенные Штаты Южной Вьетнамы В 1967 году для южно-вьетнамских солдат срочной службы армейская жизнь стала более сносной. Питание и бытовые условия немного улучшились. Боевой дух частей, укомплектованных на профессиональной основе, по крайней мере, лучших, из них был как никогда высок. Многие офицеры и сержанты воевали уже по несколько лет и отличались высоким уровнем оперативно-тактической подготовки. Однако, статистика дезертирства продолжала возрастать. Если в южно-вьетнамских войсках срок службы призывника составлял 4 года, солдаты американской армии возвращались домой по истечении 13 месяцев их нахождения в районе боевых действий. Эта мера позволяла вести операции свежими силами, однако имела свои отрицательные последствия. В подразделениях происходил постоянный отток людей, обладавших боевым опытом, на смену которым прибывали новички, не умевшие распознавать мины, ловушки и засады, а также не успевшие привыкнуть к тяжелому вьетнамскому климату. Срок службы офицеров в боевых условиях составлял полгода. Вновь прибывшие больше других рисковали погибнуть или получить ранение. Идем с интервалом 5 метров. Личный состав американских боевых подразделений постоянно испытывал тяжелые перегрузки. В условиях непрерывных операций у людей не хватало времени для отдыха и сна, а это отрицательно сказывалось на моральном духе. Однообразие и скука также действовали угнетающе. Частое проведение поисковых операций в одних и тех же местах порой казалось бессмысленным. накануне битвы В начале осени 1967 года, когда формирование коммунистов готовились к наступлению ТЭД, внутренние противоречия в лагере противоборствующих сторон вступили в решающую стадию. В Ханое были арестованы 200 старших офицеров, выражавших несогласие с главной стратегической линией. В Вашингтоне министр обороны Роберт Макнамара, испытывавший все больше разочарования, лишился доверия президента и теперь готовился уйти в отставку. Самому Джонсону, ожидавшему новых президентских выборов в конце 1968 года, пришлось столкнуться с оппозицией в рядах собственной демократической партии. Одновременно голоса противников американского вмешательства во Вьетнаме становились все более громкими. В момент, когда популярность Джонсона упала необычайно низко, он сам охватился за идею, согласно которой общественность можно было убедить в необходимости поддержки военной политики. Президент развернул широкую пропагандистскую кампанию, в ходе которой из Вашингтона и Сайгона полились потоки информации, свидетельствующие о том, что война близка к победоносному завершению. Президент Джонсон отправился в турне по военным базам на территории страны. Он даже отозвал из Вьетнама генерала Вестморленда, чтобы придать своим аргументам большую убедительность. Выступая перед разными аудиториями, Вестморленд неустанно заверял слушателей, что до окончания войны остается совсем немного. однако генерал не знал, что на другом конце планеты, в лесах и горах Южного Вьетнама, коммунисты уже приступили к первому этапу своего наступления. Редактор субтитров А.Семкин